А сейчас о проекте закона, который в последние дни обсуждает вся страна. На этой неделе Кабинет Министров объявил о начале пенсионной реформы. Речь прежде всего идет о повышении возраста выхода на заслуженный отдых. Документ внесен в Государственную Думу и направлен в профильные комитеты. Одновременно идет его общественное обсуждение. Что предлагает правительство? Разбиралась наш корреспондент Екатерина Кибальчич. О повышении пенсионного возраста в России говорили еще с 1997 года. И вот впервые правительство решилось изменить пенсионную систему. На этой неделе глава Кабинета Министров Дмитрий Медведев озвучил основные пункты будущей реформы. Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсии сверхуровня инфляции. Ну и в целом переходный период даст возможность синхронизировать изменения пенсионного возраста и дальнейшее более активное развитие социальной сферы. Пенсионный возраст это не единственная, но главная часть законопроекта. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет. Правительство предлагает поэтапно увеличивать эту планку. Переходный период растянется до 2034 года, пока плавно не достигнет отметки 63 года. У мужчин срок выхода на пенсию сдвигается на 5 лет, и поэтому переходный период займет меньше времени. В итоге мужчины должны будут выходить на пенсию в 65 лет. Реформа не коснется тех, кто работает в тяжелых условиях и на вредных предприятиях. Чернобыльцев, матерей пяти детей и многих категорий инвалидов. Почему именно сейчас эта тема уже приобрела характер законопроекта? У нас значительно сокращается число трудоспособного населения. На 400-500 человек ежегодно, при том, что численность пенсионеров, которые каждый год выходят на пенсию, это где-то приблизительно 1 600-1 700 000, ну в зависимости от года. Соответственно, мы видим, что этот разрыв постоянно растет. Нынешняя пенсионная система возникла еще в 30-е годы прошлого века. Сначала выход на пенсию в 55 лет утвердили для работниц текстильной промышленности. Позже для рабочих других отраслей и крестьян. Но в целом пенсионный возраст оставался неизменным все годы существования советского и нынешнего российского государства. При том, что продолжительность жизни, наоборот, росла. Соотношение работников, которые платят отчисления в пенсионные фонды, получателей пенсии, таково, что в ближайшие годы пенсия не только при существующем законодательстве не будет увеличиваться, она будет снижаться. Чтобы мы ее могли индексировать выше инфляции, нам необходимы какие-то меры. В прежние годы пенсионная система держалась за счет работающих граждан, которые налогами фактически содержали пенсионеров. Если раньше на одного пенсионера приходилось почти 4 работника, то сейчас из-за демографической ситуации соотношение снизилось ровно вдвое. Треть населения России сегодня пенсионеры. Надо сказать о том, что большинство стран, сопоставимые с нами по уровню развития, они уже повысили пенсионный возраст, включая страны бывшего Советского Союза. Страны развитые, они повышали, начиная с 80-го года, все пенсионный возраст. В Германии утвержден выход на пенсию в 67 лет и для мужчин, и для женщин. В Великобритании 68. Во Франции это 62,5 года. В Америке 67 лет. Россия долго оставалась государством, где выход на пенсию можно считать ранним, но само пособие по старости невысоким. Идея правительства в том, чтобы сбалансировать эти показатели и сделать пенсию достойной. Задача заключается в том, чтобы улучшить благосостояние наших пенсионеров, увеличить реальные доходы пенсионеров выше инфляции. И те ресурсы, которые мы получим от этой меры, этой структурной меры, направить на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан. По оценкам правительства, пенсия вырастет на 1 тысячу рублей. То есть годовой доход пенсионера увеличивается на 12 тысяч. При этом повышение будет происходить каждый год действия реформы. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила вчера на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в тысячу рублей. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, но, естественно, каждый пенсионер, но, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит по 12 тысяч в год, в 2019 году. Далее, естественно, это будет индексироваться установленным порядком. Трехсторонняя комиссия – это консультации с представителями деловых кругов и профсоюзными лидерами. Конечно, у них были свои замечания к предложенной реформе. Нам, работодателям, вполне понятны мотивы, на которые опирается правительство при обосновании повышения пенсионного возраста. Основная тема в контексте этой пенсионной реформы заключается в том, чтобы обеспечить достойные рабочие места лицам зрелых возрастов. Представители бизнеса отметили, что реформа возможна только совместно с программой переподготовки пожилых людей. А лидеры профсоюзов предложили рассмотреть и другие варианты пополнения пенсионного фонда. Это повышение заработной платы работающих. Раз. И выведение из тени теневой занятости. Это два. Для того, чтобы не половина работающих платила взносы в пенсионный фонд, а гораздо большее количество работников, которые всё равно в конце своего рабочего периода требуют предоставления пенсии. Впрочем, одновременно с пенсионной реформой правительство предлагает и другие меры. Увеличение налога на добавленную стоимость. 20% вместо 18%. Эта мера позволит плавно распределить налоговую нагрузку пропорционально доходам. Платить больше будут люди, которые выбирают дорогие товары. При этом льготы сохранятся в налоге на социально значимые продукты и услуги. Медицинские товары, детские продовольствия и нулевые ставки на внутренние авиаперевозки. С учётом мнений трёхсторонней комиссии, законопроект о пенсии вчера был официально внесён в Госдуму. Конечно, это только начало непростой дискуссии. Ведь это будет первое обсуждение изменения пенсионного возраста за многие десятилетия.